7.30 утра в жилом комплексе Государев Дон традиционные очереди на остановках. Более трех тысяч человек каждое утро уезжают отсюда до метро по маршруту 12.24. На транспортные проблемы работали и в администрации округа, и в правительстве области. Сейчас здесь курсирует 22 транспортных средства. Маршрутки ездят часто. Вот сейчас благодаря тому, что пустили автобусы, стало намного легче ситуация. Но все равно, вот вы сами видите, очередь как бы стоит. Хотелось бы, чтобы было побольше этих автобусов больших. Действительно, теперь на маршруте начали работать два больших автобуса вместительностью 60 пассажиров каждый. Раньше их движение было невозможным из-за отсутствия отстойно-разворотной площадки. Проблему поручил решить губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В настоящий момент пустить туда автобусы большого класса никак не представляется возможным. Это тема ОРП, нет возможности развернуться. Что такое разворотная площадка? Это три дня делов. Ну, неделя пускай. Я туда постараюсь выехать на этой неделе. Мы с коллегами в максимально короткие сроки решим эту задачу. Постараемся это сделать до Нового года. Тот случай, когда сказано сделано. Из бюджета Московской области были выделены средства и буквально за 10 дней возвели необходимую площадку, которая позволила запустить на маршрут большие автобусы. По поручению Андрея Юрьевича Воробьева и Алексея Петровича Спасского был реализован вот этот разворотный круг, площадка, на котором теперь смогут большого класса автобусы разворачиваться. Помимо теперь 379-го, который идет до станции Бутова, у нас теперь есть два автобуса, которые идут и до метро. Проверить эффект от начала работы на маршруте больших автобусов приехали первый заместитель, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова и глава Ленинского округа Алексей Спасский. По итогам мониторинга принято решение количество больших автобусов на маршруте 12-24 увеличить. Благо теперь это можно сделать без проблем. Мы видим погоду, конечно, сегодня для вот такого показательного эксперимента, ну, самой экстремальной погодной ситуации, поэтому как бы весь ворох проблем действительно можно посмотреть. Есть необходимость в увеличении количества автобусов большей вместимости, о чем предварительно договорились с перевозчиком, что, наверное, до 4 единиц будет увеличено до Нового года, а в идеале, чтобы 6 единиц на маршруте. Еще одна проблема – затрудненный выезд из микрорайона. Особенно остро она стоит во времени погоды, и в этом направлении сейчас идет работа. Очень скоро автолюбители получат дополнительный выезд из ЖК. Здесь дорожную ситуацию поможет разрешить дорога, которую мы планируем к строительству, так называемая ЮЛА, Южно-Лыткаринская хорда. Сроки ее завершения – это 24-й год. Мы уже сейчас находимся в экспертизе, проектирование закончено. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.